Всем привет! Сегодня поговорим о такой глобальной проблеме в нашем женском, скажем так, обществе, постсоветского пространства, страх одиночества. Хочу сегодня с точки зрения психологии об этом поговорить, намекнуть, у кого это я не беру в частности какие-то случаи, а говорю в общем сегодня в практике, как правило, что за этим стоит за страхом одиночества, кто, скажем так, этому подвергается, чтобы вы поняли, что на самом деле за этим может стоять, скорее всего, процентов 50 и больше у людей именно, скажем так, эти причины есть. Я, может быть, кому-то сегодня помогу, кто-то об этом поразмышляет. Что очень часто встречается, да, у нас, к сожалению, не только социально навязаны эти стереотипы, а у тебя текут биологические часы, тебе надо найти мужика, выходить замуж, детей рожать, вот это вся история, да. Есть люди, которые очень сильно идут в разрез этому, девушки, которые наоборот не выходят замуж, боятся, например, даже брака, потому что это, как правило, плохой опыт родителей семьи и так далее, примеры не очень хорошие в жизни, да. Или есть кто уходит вообще в child free, это движение без детей, это определенный стресс, психотравма, не пережитые с детства, когда были очень плохие тяжелые отношения с родителями. И когда у человека, скажем так, морально, психологически, или, может быть, он это даже не осознает, блок на производство своего потомства, на рождение детей, потому что просто бессознательно ребенок не хочет повторять судьбу, такую, какая была у него самого, или плохие отношения со своими родителями. Это, как правило, какое-то физическое воздействие, либо моральное насилие в детстве над ребенком. Очень часто, если вы даете вопрос тем, кто child free, они вам ответят именно такой фразой. Очень часто эта фраза вылазит, зачем его, например, рожать в этот ужасный мир? Или зачем портить ребенку жизнь, родив его на этот свет? То есть мир, свет, что-то вокруг плохое, на самом деле это до рамок семи сводится, да. Когда-то тебе, в общем, в детстве было плохо, ты не хочешь повторять и, скажем так, делать кому-то плохо еще, поэтому не хочешь рожать ребенка. Очень часто базовая проблема в этом. А страхи одиночества. Очень часто в плохие абьюзивные отношения, или из них не могут выйти из абьюзивных отношений, плохих насилий и так далее, отношения с психопатами, с теми, кто бьет, с нарциссами, с невротиками и тому подобное, вступает женщина наша от этого страха одиночества. Как правило, одна составляющая вот этого одиночества, не быть одной, хоть с кем-то, лишь бы с кем попало, но лишь бы не одной, да. Это, естественно, одна составляющая низкая самооценка. Залог сильной самооценки, высокой, это человек, женщина, мужчина, неважно какой гендерной определенности, человека, личности, который готов один сам с собой сходить в кино, в театр, на выставку, погулять, почитать книгу. Я люблю оставаться наедине с собой, слушаю свой внутренний голос, наслаждаюсь этим одиночеством, мне в кайф. Я не бегу от себя в общество людей, потому что у меня в голове начинают появляться какие-то мысли, размышления, неуверенность в себе и так далее. Я занимаю свое пространство активно другими какими-то особями, да, с кем могу пообщаться, поконтактировать, чтобы не остаться наедине с собой. И, к сожалению, вступают в такие нехорошие отношения или из нехороших отношений с противоположным полом. Плохо выходят те, кто боятся вот этот страх одиночества. Один компонент — это самооценка низкая, второй компонент — это на самом деле, что скроется за страхом одиночества, это страх смерти. Если вы у человека спросите у вас, вы что-то за собой наблюдаете, вы не можете вступить в отношения или долго не в отношениях, вам уже пришло время там замуж, выходите, в общем, а вы не можете на это решиться, я вам такое задание даю. Определите для себя определение слова, напишите его конкретно, что такое одиночество. Вот одиночество — это, например, когда ты один, да? Если это имеет негативную окраску, то есть это я один, бедный, несчастный, беспомощный, мне никто не поможет. Очень часто на консультациях таких людей всё это выходит к тому, что мне никто стакан воды в старости не подаст. То есть я с мужем, который меня бьёт, пинает там или ещё что-то делает, издевает или бьёт наших детей, она говорит сначала ради детей, а потом выясняется, что ради себя. Потому что мне страшно остаться одной, потому что в старости мне никто стакан воды не принесёт. И все вот эти моменты, сводящиеся к одиночеству в старости, я буду одному, меня это пугает, да, если страх из этого идёт. Очень часто здесь идёт страх смерти базовой. То есть я боюсь умереть. Человек с высокой самооценкой, не боящийся смерти, держаться за окружающих не будет, не будет бояться остаться один даже в последний момент своей жизни, и ему наплевать, будут ему подавать стакан воды или нет. Потому что он самый достаточный, себя любит, хорошая самооценка. Он так обустроит свой быт, что, например, у него будет служанка, которая принесёт, не знаю, там нянечка или ещё кто-то, да, или он сам может пойти взять стакан воды. Он не ждёт помощи от другого. То есть его вот этот страх «я останусь один» перед смертью не гложет такого человека. Так что поговорим немножко о страхе смерти сегодня, да. Вы понимаете, что страх одиночества — это страх смерти. Со страхом смерти встречаются дети, подростки, ну, мы в детском возрасте. У всех это по-разному бывает. И кто-то встречает этот страх смерти, смерть саму, да, скажем так. Факт того, что смерть есть, это возраст до 11 где-то лет, это переход из детства в подростковый период. И особенно здесь такая, что человек в это время, когда прекращается детство, начинается подростковый период, мы понимаем, наши мозги дозревают до такого момента, что я начинаю понимать, что мама и папа не бессмертны, что жизнь заканчивается, и когда-то я буду один, когда-то папа, мама умрут и тому подобное, я когда-то умру. И если в этот момент или до этого момента, там, с рождения, там, до этого возраста, у всех это по-разному, у ребёнка есть испуг смерти, то есть остался наедине с покойником, умер бабушка, там, дедушка или ещё кто-то из родственников, ближние родители, там, соседи, ребёнок был на похоронах, его, там, не знаю, заставили сесть на табуретку от гроба, чтобы ты не боялся, или прикоснуться к мертвецу и тому подобное, или яркое впечатление, как кидали, там, землю в могилу, когда закапывали. И, в общем, любая эмоциональная перетряска такая, да, шок, вот этот испуг на детскую психику, там, лет до десяти, это может быть и попозже, это зависит от того, как быстро психика вообще человека формируется, развивается. Есть люди, которые 18 лет ещё дети, знаете, немножко несамостоятельные, инфантильные, как-то попозже эти процессы идут, и гормональные в том числе, это от возраста. Но я беру промежуток, там, от нуля до 20 лет. Так вот, если какой-то стресс такой, с похоронами, со смертью, то есть ребёнок сталкивается, а мозг его ещё не созрел до осознавания, он ещё не в подростковый период, не ходит, не 10-11 ему лет. А раньше гораздо, как правило, в большинстве случаев, это вызывает вот этот страх, испуг, что смерть, это очень страшно, я буду один, я в итоге на планете, ну там, своих родственников, не буду, я останусь один. Это страх этого одиночества. И он закладывается вот в таком раннем возрасте. Чтобы понять, если у меня страх одиночества, поразмышляйте, когда я в первый раз в своей жизни вообще узнал, что существует смерть, и столкнулся вообще вот этим с церемонией похорон, с похоронами, или с трупом каким-то, или с умершим родственником, соседом, близким каким-то человеком, вообще его потери. Можно не видеть похорону, и эту всю атрибутику, но морально переживать, когда там кто-то умер из родственников, все там очень плакали, страдали и так далее. Вот у меня есть знакомая, у которой был страх смерти, ее просто в похоронах во всей этой истории, в детстве, маленькую там 5 где-то лет, 7 может, ну что-то такое. Ее просто забыли в доме с покойной бабушкой, которая лежала в гробу. И ребенок остался с ней сидеть несколько часов. Ну как бы о чем тут вообще дальше рассказывать, говорить, естественно. Она ищет себе, искала себе мужа, обязательно хотела выйти замуж, чтобы не остаться одной, и потом, скажем так, в окончании своей жизни и будет держаться за отношения с мужчиной вот эти партнерские, всеми руками и ногами, потому что остаться одной, это страшно. Тут дело не только в самооценке, вот этот страх. И вот, если вы родители, у вас есть дети, я вот к чему хочу привести, у большинства моих подписчиц у вас есть дети, пожалуйста, не надо верить вот эти бабушкины поверье, что, чтобы не бояться, потрогай ногу у покойника, потрогай его руки покойника, посиди там рядом с гробом, да он тебя не укусит, не обидит, это просто мертвый, кинь земельку в гроб. И вот эта вся история, пожалуйста, не заставляйте ваших напуганных детей, если они испугались, это делать, и типа, клин-клином вышибать. Вы ребенку только наносите еще серьезную, сильную, глубокую, моральную, психологическую травму. Он испугался, его мозг не готов осознать и принять, что это тело, сейчас это была, например, его бабушка, тетя там, или еще кто-то, и этого человека нет. То есть это, в принципе, горе, как и вы переживаете. Такого ребенка еще есть из-за того, что он первый раз это увидел. А вы ему говорите, да ты подойди, потрогай, ничего страшного. Вы хотите, чтобы он у вас заикой остался, или вообще перестал говорить, например? Вам это надо? Зачем? Вот это поверье старое, вот это советских времен, что я помню своего детства вот эту всю историю, такой бред. Что вообще? Мне хочется сказать, что вы делаете? Затем бабкам каким-то, гадалкам верите, что вот так надо делать? Ну, бред. Это ужасно вообще. С точки зрения психологии так делать не надо. Вы еще сильнее фрустрируете человека, вгоняете его в этот страх, вообще наносит травму, травмируете его. А потом у вас будет, например, дочка вырастет, которая будет держаться за мужа, который ее бьет, издевается на ней, потому что тупо страшно остаться одной, скажем так, у разбитого корыта. И потом страшно остаться одной при смерти, что ей никто помогает. На самом деле она боится смерти, потому что вот вы ее в детстве тогда напугали. Так что поанализируйте. И те, у кого есть дети, я вам, пожалуйста, я вообще советую, как вот это такое переживать с детьми. Ну, это лет до 15, где-то лет в 15 можно уже нормально что-то осознавать морально, вот уже окрепшая психика. Вот честно скажу, его можно как чаще сгладить, не тащить на похороны, если ребенок не хочет, не заставлять трогать что-то, смотреть, присутствовать и так далее. Дайте ребенку пожить в сказке, как будто бы этого нет. Не травмируйте его, ну, хотя бы до возраста в 13, 14, 15 лет. Не надо ему встречаться с этим, потому что его мозг такую информацию переварить тупо не может. Не готов, он еще не созрел. И вы убережете человека в дальнейшем от больших проблем и страхов. Так что, к чему мы приводим итог видео этого? Что я хочу повторить? Многие, у кого есть страх одиночества, один компонент, это низкая самооценка, которую могли занижать, сравнивая с сверстниками, с родственниками, с братьями, сестрами. Не любить базово в семье, говорить, ты плохой, ты не такой хороший, недостаточно хороший, или ты не сможешь, у тебя не получится в сядь каким-то образом неуверенностью от родителей идет или от ближайших родственников. И второй, это базовый страх смерти, который, к сожалению, в нашем постсоветском, в советском времени очень у многих встречается. Потому что сейчас в новом поколении к этому подругому относятся, не заставляют потрогать покойника там за ногу и вся эта история, к этому как-то попроще. Для каких травмированных людей гораздо меньше. Пишите ваши истории под видео, комментарии, как вы к этому относитесь, есть ли у вас страх смерти, как вы могли переживать, что интересно вообще на эту тему рассуждать, почитать, посмотреть, потому что я эту тему раньше не затрагивала. Если есть вопросы какие-то, задавайте под видео. Я всегда в инфобоксе оставляю свою почту. Вы можете написать свои анонимные истории для разбора видео на канале или записаться на психологическую консультацию. Спасибо за внимание. Всем пока.